Уже много лет неправительственные правозащитные организации работают над защитой прав женщин, детей и предостарежением их от насилия. Несмотря на это, в наше время не уменьшаются факты насилия над несовершеннолетними детьми, насилия и ущемления прав женщин в семьях. Несмотря на это, в наше время не уменьшаются факты насилия над несовершеннолетними детьми и и насилиями, и ущемлениями прав женщин в семьях. Особенно эти явления наблюдаются в отдаленных районах страны. Мать покойной Назгуль Омуралиевой говорит о том, что она в данное время ждет отсюда справедливого решения и делает все усилия для этого. Причиной тому явился тот факт, что в прошлом году Назгуль – мать двоих детей – муж убил путем задушения. К тому же ее тело он сжег. Сперва он ее очень сильно избил, потом специально головой об стену ударил несколько раз. Ее муж, когда давал показания, рассказал, что специально так делал, чтобы она умерла. Когда она потеряла сознание и упала, он проверил ее пульс. Кому в голову придет в такой ситуации проверять, жив человек или мертв? Когда он проверил пульс, все еще был. Тогда он взял полотенце, которое висело на двери и начал душить. Потом засчитал от 1 до 15, на 12 секунде ее пульс перестал биться. И окончательно убедившись в том, что она умерла, он ее тело из дома потащил в подвал. Но на свежем воздухе Назгуль пришла в себя. Тогда он взял бензин и полностью облил ее и поджег. Она еще раз шевельнулась, как рассказывает он. Они строили новый дом. Увидев, что она до сих пор жива, он пошел в этот строящийся дом, принес топор и ударил по голове. Таким образом он ее убивает целых три раза. Рассказала мать покойной Назгулю Морлиевой. По словам матери Назгуль, ее дочь во второй раз вышла замуж и растила вместе с ними двоих дочерей. Первый муж Назгуль тоже избивал ее. Из-за насилия в доме она вынуждена была развести. Суд, который состоялся в Аксуйском районе по поводу данного случая, который произошел в августе прошлого года, в котором преступника, лишившего двоих детей матери, приговорил к пожизненному заключению. Но родственники мужа Назгуль обжаловали приговор суда. Так, решением второго суда, гражданин 1977 года рождения, который зверски убил свою жену, был приговорен лишь к 20 годам лишения свободы. К решению, который был принят 17 февраля этого года, Бибишапа, которая лишилась своей дочери, выражает свое несогласие и ищет справедливости. Это было зверское убийство. В суде суд спросил его, почему он не оставил ее в покое после того, как он ударил ее головой об стенку. Учитывая его предумышленное преступление, районный суд приговорил его к пожизненному сроку заключения в колонии строгого режима. Мы согласились с данным решением. В это время, сидя в тюрьме, он подал на апелляцию. Его адвокат, Аделканова Чилдыс, тогда еще в суде, была очень агрессивно настроена против нас. Тогда мы ее спросили, почему она защищает такого хладнокровного убийцу, на что она ответила, что это не наше дело. Видимо, они взяли деньги на областном суде. Два раза суд не состоялся. Первый раз из-за отсутствия адвоката подсудимого, второй раз из-за отсутствия свидетелей. Потом, 17 февраля, состоялся суд, где председателем была судья Раскулова Аида Бекеновна. Решение они приняли одностороннее. Решение районного суда о пожизненном заключении свободы они отклонили и приняли решение заключить его под стражу сроком на 20 лет. Они таким образом нарушили закон. Об остальном говорить то и нечего. Если они еще дадут денег, то все могут купить. Мы из-за этого переживаем, из-за этой несправедливости. Рассказывает она. Этот трагичный случай был осужден первым делом неправительственными правозащитными организациями. Специалисты подчеркивают, что в сельской местности случаи, когда мужья избивают жен, проявляют насилие, стали обычными явлениями. Правозащитники неустанно борются с такими явлениями, но ощутимых результатов пока не наблюдается. Расскажите, пожалуйста, Акремель, насколько часто вы сталкиваетесь с проблемой насилия в семье и относительно женщин насилие идет в большинстве случаев или детей? Да, к нам обращаются граждане с проблемами насилия в семье и в частности по логачу. Также бывают случаи обращения по насилию детей. У нас больше случаев по насилию женщин, по краже женщин, по фактам избедения есть. Если сказать, как это вообще у нас восстанавливается права женщин на свободу от насилия, я бы сказал, что это латентное преступление. И многие женщины боятся обращаться по семейному насилию в правоохранительные органы. И когда попадают в больницы, в основном, когда в отделении травматологии, они пишут, что упали с лестницы, упали дома или еще где-то, скрывая причины насилия. А почему вы считаете, они скрывают это? Дело в том, что они зависимы от своих, будем говорить, мужей, которые их избивали. Они зависимы в финансовом плане в большинстве случаев. И когда не заявляют милицию, они продолжают дальше жить. Я считаю, что это так и должно быть по местным обычаям, традициям. Рассказал Камиль Рузиев, глава общественного объединения Вентус. В данное время девочки, оставшиеся без матери, находятся у бабушки по материнской линии. С девочками, которые лишились материнской ласки с малых лет, встречаются психологи и ведут с ними беседы свободно. Когда не только в обществе в целом человек не видит пути выхода, а когда человек сам виноват и не может себя оправдать, он ищет виноватых вокруг. Будь то это политику, общество, работу, начальника. Ну и когда он уже не знает, чем себя оправдать, он начинает искать виноватых. Там же дома не так посмотрел, не то покушать дал и не вовремя подал и так далее. То есть причина совсем в другом кроется, а результат именно дома, на самых близких, на самых любящих, на самых кротких и отрываются. Женщины, которые на себе несут все тяготы семейной жизни и малолетние дети, являются самыми незащищенными слоями общества, подвергаются насилию и пыткам. Об этом говорят и в отделении милиции Сокульской области. В 2015 году за январь и февраль месяца обратились заявлениями о насилии со стороны мужей 45 женщин. 20 детей обратились заявлениями о том, что подверглись разного рода пыткам. В данное время неправительственные правозащитные организации вместе с матерью покойной Назгулем Роливой выражают свое несогласие с решением суда и собираются обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Материал специально для IWPR подготовила Кундус Исмаилова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами, Мирима Саналы, услышимся.